Приветствую, друзья! С вами Сергей и вчерашнее видео по поводу того, что я выбрал себе бизнес-хэштейн, набрало определенный, можно сказать, интерес у вас. И меня сразу спросили, Сережа, мог бы ты сказать для новичков, какие основные ошибки делают и почему новички, иногда не понимая, как работает бот, а просто разочаровываются, либо не понимают, как дальше двигаться, кому писать, что делать. И сегодня мы разберем 5 основных ошибок, типовых ошибок всех новичков, которые начинают работать с хэштейн. И, наверное, самая первая, самая важная ошибка, это то, что люди не знают, кто их наставник. И вообще, что это за наставник, откуда взялось это пригласитель, наставник, откуда взялось вот это выражение. Я, наверное, сразу процитирую слова Максима, который говорит, ребята, мы вам дали до 90% партнерки. Мы делаем техническую документацию, мы ее публикуем на гитбуке. У нас только технические термины, стараемся простым языком рассказывать, но многие, кто новички, они же не понимают этого. И он сказал конкретно, Сереж, другие ребята, смотрите, мы вам партнерку дали, дали. Ваша задача работать с аудиторией. Возможно, в дальнейшем там будут подкасты делать, Макс говорил, но в текущем формате всю работу по работе с клиентами берут на себя партнеры, которые приглашают. И тут мы берем два основных лагеря, которые приглашают. Это ребята, ну вот я, допустим, да, я работаю именно на результат, да, я разжевываю, завожу и пошагово даю каждую информацию. Есть вторая аудитория, это которая ловит сетями партнеров. А бы партнерку, а бы гроши сейчас нарубить, и пофигу, там, хоть, ну там, поле не паханное, как говорят. Вот, и в этом формате человек, когда приходит, он-то увидел ссылку на каком-то форуме, да, ай, ладно, пофигу, зарегался и зарегался в инструменте. Проходит немножко времени, там, неделя, две, три, он видит шум, он видит какие-то обзоры, все, и такой, а, так я же регался. Заходит, там, восстанавливает пароль, потому что он его стопудово забыл. Заходит, видит бота, понимает, что нужно оплатить лицензию, оплачивает, а кому-то писать. Как написать, где спросить, он идет в чат, ему говорят, иди к наставнику. А кто мой наставник, что вообще происходит, он этого не знает. Ну, давайте мы сначала разберем само наставничество. И сегодня я буду проводить такие аллегории для общего понимания. Смотрите, я, наверное, пример из жизни приведу, личной жизни. Я работал, когда обслуживал 1С бухгалтерию программу, я устроился, так, на завод, где был отдел бухгалтерии. Мне сказали, что ты обслуживаешь бухгалтерскую программу, приходи к нам, будешь работать у нас и с админом, и бухгалтер. Я прихожу, мне дают основной счет, первый, ну, я думаю, основные средства, и амортизацию. Я сижу, главбук сидит, бухгалтер по зарплате, я первый счет веду, второй счет, инвентаризация, инвентарные номера выдаем, все замечательно. Приходит директор, Игорь Леонидович, и говорит, а что ты только основной счет ведешь, давай-ка десяточку возьми еще. А у меня там зарплата 400-500 бунчиков было. Я беру десятый счет, материалы, он такой, о, классно, а еще и списание материалов туда, все, я говорю, ну, давай. А потом, а у нас тут производство, мы на Белкоммунмаш делаем каркасы, давай и двадцатку возьми. Я такой, да, почему нет? Он такой, блин, а может, двадцать шестой возьмешь, там списание материалов, ты же склад ведешь, какая разница, тебе вообще пофигу. Я говорю, ну, давай двадцать шестой, он такой, о, так, деньги у нас в кассе получают, возьми-ка пятьдесят первый расчетный счет. Я такой, ну, ничего, ну, кобыла, непаханая, молодой еще, давай пятьдесят первый. Он такой, о, так мы, ты же знаешь всю нашу тему, давай шестьдесятый, шестьдесят второй, поставщики и подрядчики, я такой, ну, ладно, окей. Блин, а вот у нас же производственное предприятие, да, но у нас есть производственные склады, мы их даем в аренду, может, и семьдесят шестой еще. Я говорю, а давай, короче, зарплата четыреста бумаг поднялась до шестьсот. А веду я, главу и бухгалтер по зарплате весь завод. Понимаете? И вот тут вопрос времени. Тратил время на один участок, да, получил четыреста рублей, а тратишь на шесть-семь участков, а зарплата шестьсот-семьсот. Ну, в два раза нет, но чуть-чуть больше. Ну, потому что, говорит, у тебя же образования нет, об этом я говорил в предыдущем видео. Ну, ладно, кто захочет посмотреть, я, кстати, оставлю где-то вот здесь или здесь ссылочку. Так вот, к чему я это говорю? Вот такое вступление пятиминутное. Я говорю это потому, что наставник – это тот человек, который вас сопровождает, который вам несет информацию и за ручку вас ведет. И не каждый хочет брать чужого партнера. Почему? Да потому что с чужого партнера он получает 1%, 2% комиссионных торговых, да, а отлично он получает в 10-15 раз больше, в зависимости от статуса. Как вы думаете, хотели ли бы вы тратить свое время на то, чтобы другой человек, который просто раскинул сетями, получал деньги? Наверное, нет. Вот простой пример. Например, я вчера провел 3 консультации. Из них одна, ну, я одна была час 18, вторая час 40 и третья час с копейками. То есть я, можно сказать, 4 часа потратил на то, чтобы дать консультации 2-м, я замечу, своим партнером и одному, Ксюш, привет, и одному, кто не является моим партнером. И тут, понимаете, я сразу же приведу обратную сторону медали, да. У меня есть человек, я же приглашаю не только в свою структуру, но и там другие, помогаю партнерам вниз строить, выстраивать свою команду, да. И вот у меня есть человек, которого депозит, наверное, 8 или 9 тысяч долларов. Работает человек. Он звонит все время мне, мне, я ему консультирую, консультирую, а потом я звоню его в вашей стоящему, говорю, слушай, а ты работаешь со своими партнерами? Вот у меня есть Кирюха, да, ну, я вот звоню ему, говорю, Кирюха, слушай, ты со своим партнером работаешь? Он говорит, ой, Серега, огромное тебе спасибо, каждую неделю вывожу по 25-30 баксов. Я говорю, круто, что вывозишь, поздравляю, 120 баксов ты получаешь, ну, чисто комиссионных, ну, у него не только партнер, но и другие. Я говорю, а что ты делаешь для этого? Ничего, ну, спасибо, ты мне помог, я говорю, круто. Я говорю, я завтра ему позвоню и скажу, друг, переходи ко мне, вот тебе лицензия, ты все равно никого не приглашаешь, ну, он чисто такой собственник, инвестор. Переходи ко мне, дети, вот лицензия, все, тебе просто выйти из одного аккаунта, зайти в другой. И завтра, говорю, Кирюш, у тебя будет доход ноль, ну, там, пусть 15 баксов от этого человека приходит, там, в неделю, да, говорю, ноль будет от этого человека. А зачем ты так будешь делать? Я говорю, я с ним, говорю, каждый день провожу консультации, помогаю тебе, хочу, чтобы ты не 30 баксов зарабатывал в неделю, да, а 300 баксов. А ты просто снимаешь и пробухиваешь и рассказываешь мне, как ты бухаешь, дружок, что-то пошло не так. Так вот, возвращаясь к теме наставничества, в этом и есть основная проблема, что многие не хотят брать чужих партнеров, а что я буду ему помогать, если я с него ничего не получаю, но трачу свое время. Поэтому первое и самое важное, что я хочу донести, ребят, после регистрации или где вы взяли ссылку, созвонитесь со своим партнером и спросите у него, разузнайте, и уже от диалога с ним вы поймете, подходит вам такой наставник или нет. Вот почему нужен наставник. Потому что, ну, все мои, я вот простой пример приведу, вот у меня, наверное, партнеров 30, с которыми я конкретно всегда общаюсь. Это не только мои, но и другие. Но весь нюанс в том, что достаточно 50-100 партнеров, лично с которыми вы общаетесь, аудитория, которая будет расти и доходить до 10, 20, 30 тысяч долларов, ну, в работе, да, и у вас личный доход будет в месяц 5-10 тысяч долларов за свою работу. Ну, хотите, делайте. С этим разобрались. Я думаю, теперь понятно, кто такой наставник и что он должен делать. И даже записывая это видео, я хотел бы, чтобы посмотрели многие мои наставники и начинали работать. А те, кто не знает, чей наставник, заходите, спрашивайте, узнавайте. И, конечно же, если вы хотите, выбирайте себе того, кто будет вам разжевывать. Ну, у меня консультации по полтора-два часа. И да, действительно, они работают. Второе, самое важное, наверное, для новичков, это ложная информация. Кстати, оставлю тайм-коды, потому что многие люди просят, вот, расскажи там, ну, как переключиться по-быстрому. Хотя, тайм-коды это такое себе. Лучше на полторашку поставьте и послушайте меня. Что такое ложная информация? Часто вижу ботов и вижу информацию, статьи в интернете, где пишут конкретно. 40-65% в месяц бот приносит. Не сливает. Да, он не сливает. И да, он приносит такое. Но для тех, кто работает не новичком, не первый день. Давайте согласимся с тем, что даже вы, приходя на любую работу, либо что-то там, да, вот, простой пример. Я пришел разнорабочим. Прошло полгода, я стал каменщиком, закончил курс и стал каменщиком четвертого разряда. Я когда пришел, я шнурку не мог натянуть, отвес не мог повесить, не понимал, почему туалеты вылаживают кирпичом, а не блоками. Ну, это потом уже для шумоизоляции, но это я уже потом понял. Так вот, придя новичком, никаких 40-60% даже речи быть не может. И, ребята, запомните, такое, чтобы нужно понимать рынок, понимать какие активы. Если кто-то сказал, копируй меня, и у вас будет 40-60%, можете смело постучать ему вот по бугну. Потому что вы, если придете, вот я всегда всем говорю, пришли новичком, какой у вас депозит, 100, 200, 500 долларов, окей, закидывайте на биржу, ставьте фундаментальные монеты. Биток, эфир, BNB, пожалуйста, вот, никаких сей, пепель, ребята, дайте монетку мне, какую модную нужно сейчас прямо в этот момент поставить. Конкретно фундамент. И пусть недельку поработает, через недельку с тобой созвонимся. Я на завтра его не гружу информацией, что такое, какие монеты, что за ними стоит, почему именно ее брать. Я не даю монеты хайповые, потому что, когда человек, рынок просел биток на 3%, а у него депозит 100 долларов, а его мем-токен какой-нибудь просел на 40, все, он 10 забил сетку, он сидит как умалишенный, не понимая, что происходит. А если он хочет закрыть, ну, допустим, позиции, сказать, а ну его все баню, да, то он закрывает ее в минус 20%. Хотя по биткону на 5% просел, а он бы на 5%, если хочет, закрыл бы эту позицию. Поэтому ложная или искаженная больше информация, это вторая ошибка новичка. И об этом вам должен сказать из первого пункта ваш наставник. Третий пункт. Выбор стратегий. Активов, как угодно. Я уже во втором пункте намекнул, что сразу я ставлю фундамент. Уже потом человек в процессе работы начинает понимать, сколько на позицию ставить сумму. На мем-коины люди заходят, там по 10 долларов поставили, а на бирже покупают хоть от 5, хоть от 10 долларов, а продажа минимально 20. У него же в голове не откладывается, что по 10 он может купить, но обратно он ее не продаст. Надо зайти на биржу, либо сразу выставлять 20. Эти все вещи рассказывает ваш наставник. И самое важное, что если у наставника получается, как в пункте 2, делать 30-40% в месяц, то у вас, как новичка, так не получится. Это важно понимать каждому. Поэтому сразу стартовый выбор активов. Я всегда говорю, есть фундамент, это монеты с большой капитализацией, и они такие, можно сказать, тяжелые. Они мало делают позиции в день. Дальше идут альткоины, и дальше уже идут мемы. Если вот, как мне вчера разбирал, да, в консультации, мне люди говорят, вот расскажи, что такое фундамент, что такое альт, и что такое мемы. Я говорю, хорошо, легко и просто. Фундамент, это доллар, евро. Все, это фундаментальные. То есть, тяжелые, широко распространенные, ликвидные активы. Что такое альткоины? Лари грузинская, лира турецкая, белорусский бунт туда можно отнести. Ну, еще какую-нибудь такую, ну, монету там, польской злоты. Это все альты. И есть мемкоин, это индийская там, рупия, африканский там, болтик, бантик и все, что угодно, там, португальское и еще что-то. То есть, то, что имеет большую волатильность, жестко подвержена инфляции. Теперь вам понятно? Вот, как должна происходить консультация непосредственно с вашим партнером. Так что, выбор активов тоже нужно разбирать со своим партнером. Поставили мемы, поплевались, обиделись, ушли. А те, кто работают, делают 100, 150, 200% годовых. Они все, ну, просто в шоколаде. Такие, вау, класс, у нас все получается, а ты неудачник позорный, пошел ты лесом. Ну, как-то так. Просто я хочу сказать одну вещь, да. Многие люди говорят, вот, я смотрю, там, картинка, вау, класс, плюс 200%, плюс 300, плюс 5x, плюс 40x, там, 30, 20, x, 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 да. Ты смотришь, у него 5-6 сделок в иксах, да, а штук 40, короче, он слил. Ну, кто вам покажет сливы? Ребята, наивные вы. Так, четвертое и самое, наверное, тоже одно из важных для новичков, это страх перед рынком. То есть, это, наверное, я бы, может быть, выделил. Почему страх перед рынком? Рынок, он имеет свойство перегрева и отката. Что это значит? К примеру, цена сейчас, биткарк, примерно, не сейчас, а вообще была, 70 тысяч. Все летит вверх, все кайфуют, вау, веничками там, бубенцами трясут, да. 70, 75, все заходим, все зарабатываем миллионы. Недельку, короче, рост был и потом откат с 70 на 60, ба-ба. И все такие, ооо, все, сейчас заходить нельзя, надо ждать, пока до 70 дойдет и потом полетим наверх. Кто не знает, осень, зима и чуть-чуть весны, это самая волатильность. Лето, это самые отпуска. Люди отдыхают, люди бухают, люди скидывают крипту, путешествуют. И вот эти все видосики, инстаграмчики там, ай-яй-яй, смотрите, я на Порше еду, короче, друзья, welcome, короче, залетаем, да. Так вот, страх перед рынком, всегда самовыгодно заходить, когда рынок падает. Падает, окей, заходи, потому что тот, кто зашел на 70 и цена упала на 60, у него уже закуплено 12%, ну, допустим, 12 позиций. Вы заходите с нуля, и даже если рынок еще упадет на 5%, для того, кто на 70, он зашел, у него 20 позиций уже набрало. А вы с нуля начинаете снизу, подбираете весь актив. Так что это обязательно учитывайте. Не надо ждать падения. Если вам сейчас возможность есть заходить, вот сейчас 60 тысяч, друзья, погнали. Вот сейчас погнали, потому что был рынок и 42, и 60, и потом до 50 падал, до 74 доходил, и падает на 60, на 58. Потом сейчас 60 поднялось. Вот, рынок всегда, не важно, когда вы зайдете в инструмент хэштем, вы в любом случае зайдете. Вот поверьте мне на слово, в любом случае вы будете в хэштем. Потому что таких оборотов, как сейчас, ну, ни один продукт еще, вот, стартовый продукт не набирал. 15, 16 тысяч пользователей. Вот сегодня, кстати, 14 июля, сегодня 7 месяцев компании. Так что поздравьте себя и своих близких, тех, кто не в хэштем. С тем, что вы уже очень много потеряли, и если не зайдете, еще больше потеряете. Так вот, и заходить, цена на 60, заходите. На 55, заходите. На 70, заходите. Но если с 70 полетела на 80, тоже заходите. Но у своего вышестоящего спросите, как настроить сетку. Потому что если вы хотите заходить на 70 и ставить позицию по 200 баксов, потому что сейчас она полетит на 80, она полетит. А если не дойдет до 80, дойдет до 76 и рухнет на 70, то у вас, ваше 1000 баксов будет заморожено вверху. Правильная сетка, залог ежедневного профита. Наверное, последним и самым таким интересным пунктом, почему я его напоследок оставил, для того, чтобы те, кто перематывает, о нем лучше не знали. Ну, честно, правда. Это, как я говорю, советы так называемых профи. Мне нравится, когда я вот разговариваю с человеком, да, я говорю, ну вот, рассказывай инструмент, все, говорю, вот робот, приносит 100-150 годовых, деньги под полной защитой твоей на бирже. Проблем нету, окей, залетай, да. И он такой, ну, мне нужно посоветоваться. Я говорю, а с кем? Говорит, ну, с женой. Я, ммм. А она кем работает? Ну, фельдшером. А она вообще знает, что такое криптовалюта? Нет. Ага, понятно. Или другой. А можно я посоветуюсь? Я говорю, конечно, можно. А с кем? Ну, с папой. Я говорю, а папе сколько? Ну, уже 70. А, ну, он жизнь уже пожил. Мой папа говорит, деньги можно делать только на земле. Картошка, огурцы, помидоры, морковка, все на земле выращиваешь, потом все это грузишь в прицеп, идешь на рынок, продаешь. Это деньги. Все остальное, вот это твое, Сережа, балабойство и все. Что ты рассказываешь, обучаешься, иди в церковь. Вот там тебе денег накидают, как он мне говорил. Ну, как-то по-другому вышло. Я не люблю церковно-приходскую, вот всю эту движуху, и я отношусь к ней, но у меня своя позиция по поводу церкви и по поводу попов, потому что сам я знаю, что такое журольское семинарие у нас, и как там пацаны бухали, по телкам ездили, да, и говорили, ой, наверное, деньги закончились, поедем в соседнюю деревню, завтра, короче, кодилам поносимся, короче, 100-200 баксов будет, давай на шашлыки. Есть такое, знаю, у меня свое мнение по поводу РПЦ или как оно называется, ну, неважно. Так вот, совет и профи. Знаете, я вам, наверное, скажу еще такую важную вещь, что все деньги, самые большие деньги, зарабатываются теми, кто берет на себя ответственность и степень риска. Если же вы ждете, ой, ну вот сейчас будет шарик и фонарик, и мы будем, класс, все, но только скажи мне, что это точно стабильно. Я говорю, стабильно в этой жизни только одно, что вы умрете. Вот это точно стабильно. Сейчас мир сошел с ума. Санкции, конфликты международные, война, ну, как есть, короче, да. Вот, релокации, миграция. Сегодня у вас есть хата, завтра ее отжали, короче. Завтра вы одели красную шапочку и вас засудили, что вы, или белую шапочку, что вы с куклой склана. Тут кто-то донос написал, тут что-то еще. Вы о какой стабильности будете мне рассказывать? О том, что инфляция была, когда я был молодым, ну, 7-8 процентов, а сейчас свыше 18 в Беларуси. О том, что кредит под полтора процента годовых. У меня родители, я привожу живые примеры, родители пришли в банк, через год верните мои доллары, да, там 400 баксов было, да. Они говорят, вы свои 405 долларов, 5 процентов, да, ну вот, ну, 5 долларов вот этих, получите, через 3 месяца у нас, извините, валюты в банке нет. Серьезно? И вы идете за советом к профи, если вы идете за каким-то советом, значит, вы не готовы взять на себя эту ответственность. Ответственность того, что вы готовы зарабатывать деньги, зарабатывать хорошие деньги, рассказывать об этом другим, чтобы они зарабатывали, да. Вы вот это все не готовы на себя взять, а вы готовы на себя взять только одну вещь. Это потом прийти к своей супруге, к тому, кому вы пошли за советом, и сказать, вот видишь, я тебя послушал, а у меня все стало плохо. Это ты виновата. Вообще-то, не она виновата, а вот это вот виновата, на вашей голове. Потому что, если вы идете за советом, чтобы на 200 долларов, ну, к примеру, я говорю, всегда начинай, ну, сотки начинай, посмотри, неделю, две, три, разберись, да. Если вы идете за советом в 200 долларов к своей супруге, то почку лучше продать, и то больше денег будет. Ну, я не знаю. Для меня это дикость. Спрошу совет у мамы, у папы, у друга, у родственника. Вы смотрите не за совет, который вам скажут. Смотрите за человеком, что он делает. Напишите ему, созвонитесь, посмотрите пруфы. Вот с этим ознакомьтесь, посмотрите комьюнити. Не смотрите эти красивые картинки, как я говорил во втором пункте, там, ой, сей, ой, пепе, ой, тонны, ой, ноты. Ну, там, вот это вот, ну, тонны нет, тонны, ай-яй-яй, арара. Вот, да. Все там зарабатывают, я тоже зайду, у меня депозит 40 долларов. Вы знаете, что человек, который работает с мемами, да, у него депозит не 100-200 долларов. У него сетка натянута не 5-10 позиций. А если он идет с каким-то токеном, ну, мемом, он разбирает, что за ним встает, берет на себя часть риска, что он может полгода вообще сидеть в этом токене. Простой пример ноткоин. У меня друг Антоха, да, он зашел, у него 80 позиций, сетку набрало. А потом сразу на 51% подлетел нот, и у него с 80 до 43 закрылась сетка. Но он ждал, верил, знал, разбирался с этим токеном. А тут, я хочу зайти, ничего не делать и все заработать. Итак, подведем итоги. Основные 5 пунктов, которые новички не понимают. Первое. Кто такой наставник и какая его основная задача? Если вы сейчас, болт знает, кто ваш наставник, и вы хотите, смотря мое видео, либо что-то, изменить наставника, запомните, 100 долларов лицензия это чисто ваш опыт. Не хотите переходить кому-то, либо с кем-то работать, окей, дело ваше, долбите своего вышестоящего. А если вы понимаете, что лучше взял, купил новую лицуху и все, и отдал, блин, 100 баксов и пошел дальше, да, то это ваше решение. Знаете, почему люди любят BingX и ненавидят Bybit или Binance? Потому что в BingX ты пишешь техподдержку, тебе через минуту в живом чате общаются. А на Bybit и Binance они уже настолько зажрались, что им плевать, кто им пишет, у них там робот, они им просят 2 миллиона долларов отдать, обучить робота, и пусть вы с роботом общаетесь, который ни хрена не понимает, что вы от него хотите. Второе. Ложная информация. Видите, 40, 60, 80% так зарабатывают профессионалы. В тренажерку вы приходите, вы сразу не будете подтягиваться 40 раз. Со временем дойдете. В любом, ну, инструменте, продукте, в любом нужен опыт. Деньги, как минимум, это инструмент тоже. Деньги делают деньги. H7 делает деньги. Он не делает товар, как вам вы, не бегаете с сумками, не знаете, кому их впарить, или там с продуктами, которые потом домой приходите и съедаете только по одной простой причине, чтобы не испортилось. H7 делает деньги. И при этом ваши деньги под надежной защитой. Я думаю, понятно. Вторая ложная информация. Отсекайте ее. Вы дойдете до этих доходов, но только должно пройти время и четкая работа с наставником. Третье. Выбор стратегии. Я, как и сказал, наставник вам все расскажет. Если хотите, работайте сразу в фундамент. Биток, эфир, B&B. Дальше уже разберетесь. Четвертое. Это страх входа в рынок. Неважно, в какой момент вы зайдете, в H7 можно зайти в любой момент. Но чем раньше зайдете, ну, чем на падение зайдете, тем вам это пропит. На начальном этапе. Ну и пятое. Почаще слушайте своих друзей, знакомых и никогда не будете зарабатывать. Знаете, почему Илону Маску или Стиву Джобсу плевать на мнение ваших друзей? Потому что они делают продукты. А те, кто пользуются этим продуктами, я снимаю на этот прекрасный айфон, вы, смотря данные видео на ютубе, да, вас же никто не говорил, вы же не ходили к жене и не говорили, слушай, Маришка, подскажи, пожалуйста, ютубом можно пользоваться или нет? Смешно, правда? Ну, как есть. Поэтому думайте своей тыквой, а не советами других. Потому что будете жить советами других. Будете смотреть сторисы других людей. И будете облизываться. Несмотря на все это, но только облизываться будете вы. А то, ой, а вот ту жизнь упущенную будут за вас проживать другие люди. На этом все, ребята, пишите в комментариях, пишите мне в личку. Спрашивайте, буду разбирать. Как говорится, большого профита с хэштем. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok